Привет всем пользователям и подписчикам автомобильного портала Drom.ru Сегодня у нас будет испытание Audi A4 Allroad на не особо хорошей резине Геннадий уехал в отпуск, оставил нам тачку и говорит Блин, пацаны, погоняйте, посмотрите, что она может Мне некогда, коробку только собрали, я ее обкатал Расскажите Ну, мне кажется, он не имел в виду поехать в поля и в горки после двух дней ливней Ну, сегодня было время, нам было скучно и решили собраться Все, что произойдет дальше, вы увидите Стала ли эта машина обузой, либо она очень отлично покоряла высоты Будем смотреть Мы поехали с множеством разных внедорожников полноценных У кого-то есть блокировки, у кого-то нет Опять же, на некоторых стоит хорошая резина На некоторых стоит резина более обычная То есть, будет очень интересно На Audi стоит резина, остаток миллиметра 3 Причем одно колесо вообще другой марки Алло Здорово Бери его в роут, поехали долбить Слушай, да на выходные уезжаю я Алло Да, да, я тебя слышу Ты слышишь меня? Да, прерываешься Это, да я понял Я, короче, слышу, на выходные уезжаю там, ну, на природу Так что, ну, у меня не получится Слушай, ну, не знаю, давай, давайте я приеду, заберу машину Ну, можешь, ну, только аккуратно, только ж коробку сделали Можешь заехать, забрать Ну, хорошо, сегодня приехали, конечно, аккуратно Все, давай, 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 договорились Что вы там постоянно все на меня наезжаете, что я там рекламирую какие-то пирамиды Я же никого не принуждаю вкладывать деньги Я, например, лично для себя сделал выводы Я вот покупаю лоты Один на неделю, другой на месяц Потом снимаю денежку, ложу по новой Так что, как бы, я никого не принуждаю Я это делаю лично для себя Кому будет интересно, ссылочки я оставлю в описании Вы сами для себя принимаете решение По крайней мере, у меня получается пока что Не врешь? Да, конечно, не вру Че, а ты правда не едешь? Да не, ну, блин, на выходные с семьей собрался съездить, отдохнуть на природу Так что, ну, только смотрите, аккуратненько, чтобы... Дай Андрюхе свитер Свитер Андрюхе Так его ж купили на этом На стриме Уехал Кстати, вот опять же Почему опять вложил в лоты Чтоб себе обновить одежду Свитер ушел Теперь не в чем ездить Он, сижу в коротких шортах На штаны денег не хватает А свитер был счастливый, да? Счастливый Покажешь свой магазин? Да, пошли, хочешь пройдись, посмотри Все говорят, что ты мажор Ну да В одном свитере хожу, да? Здесь, так сказать, стружусь Запчасти на грузовике Да, запчасти для грузовиков Тракторные запчасти Слежка с техникой Так что, кто в Белороде, кому будет интересно Обращайтесь Скажите Менеджер, смотри И для вас делаем скидочку Ладно, ребята, всем удачи Поехала собираться на природу Ну что, мы наконец-то выбрались на внедорожье Тестируем по полной Ау-роуд Геннадич уехал отдыхать на моря Оставил нам, сказал Пацаны Покажите все, что она может Пока у меня нету К сожалению, не могу очень Хочу отдохнуть Ну, чините за свой счет Ну, то само собой Мы любим за свой счет чинить Но пока что Мне просто страшно Погода суровая На переднем приводе все так же Да Сегодня в Белгородской области Небесная канцелярия дала дождя И сегодня мы посмотрим Можно ли на Ауди А4 Allroad Выехать с дачи после дождя Заехать уже получилось Ну, если вот так вот вас застал Нежданно дождь Такой вот обильный И глинистая почва Посмотрим, выйдет ли Ауди Вывезет все еще или нет Ты болеешь на Ауди Ну, в принципе, да Явно лучше, чем Subaru едет машину Посмотрим все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Зацени зеркало, зацени сколько туда накидало Из-за этого дома Ничего не видно Да? Ну, Геннадьевич перестарался Он просто сказал Фанаты прям вот На каждой заправке бегут за ним На каждом цветофоре Поэтому в пятерку В круг Не иначе Двойной пятеркой Кажется, он сделал Передняя темнее, чем задняя Я в курсе И вон туда, на лопух езжай Имитации работают? Там до бампера еще полметра Спотел Та, чуть-чуть Туда, на лопы Вали ее Вот так, да, да Насадка вот здесь Насадки глушителей надо демонтировать Нешают? Ну, цепляются насадки Надо их демонтировать Надо плоские маленькие трубы сделать Как у на 6-й, в новой, по-моему, там же плоские Такие маленькие трубы Уже там продумали, да, такие моменты? Да, под Витю Ну да, она просто грязь вытолкала И все Ну, это бампер отщекнулся А вот тут и висел Как вы думаете, заедет в эту гору Ауди А4 Allroad или нет? Витюк на своей А6 бывшей Хотя нет, она у него есть Он сюда заезжал С диким таким сажевым выхлопом Но заезжал Примерно в такую же погоду Было мокро как раз-таки Сегодня посмотрим До конца заехал? Да, он полностью заезжал Ты сможешь на его новой машине заехать или нет? Сейчас победим Мне нравится А Витюк, наверное, специально Да ну, просто туда А после 7-й тогда здесь, помните, тестовая Заехала он только наполовину И он не доедет Не, вот сейчас с самой жопой начинается А я сразу с купятой заеду Пытается Пытается Это точно станет Такая колея Старт какой-то очень вял Старт какой-то очень вял Ну, надо по травке Разогнать Да, на туху Старт какое-то очень вял Эфи Пытается Да, вместо Ну, надо Низ II Пытается Чтобы Внимание По звукам кого-то он сцепление нажимает, но там же нет педали сцепления. Но уже результат получше. Доехал до того места, где Ку-7, по-моему, остановилась. Стандартная Нива на обычной резине гражданской. Система охлаждения хорошая у него. Вот уже минуты три вот так стоит. Долбит, долбит, да, там на панели. Не, едет потихоньку вверх едет. У меня тащило так, что я на рождении. Достаточно легко. Заталкивать его будет. Еще одна стандартная Нива. Газа! Газа! Удивительно, зашел легко УАЗ. Обычно происходит наоборот, в горке Нивы лучше заскакивают. В чем подвох? А здесь какая резина? Может обычная? Здесь кама-флейм стоит обычная, не узкая. У нас есть еще один УАЗ, на обычной резине, не МТ, какая-то УАЗовская, я не силен, посмотрим как он попробует дзекать, и Патриот есть, посмотрим как заедет Патриот, резину посмотрим, если он будет мимо нас проезжать, может и не доедет. Разгон какой-то совсем был, славен или средняя резина, но есть. Но резина явно не емкоет себя тут. Гораздо увереннее в Нивы. Я чуть не ожидал, что он от 6 дойдет. Вот и встал. А вот и встал. Что за медина? Молодцы! Класс! Встал! Улаживай! Что за медина? Почему я помогаю улаживать? Потому что я родился в Ульяновске. Это можно сказать автомобиль с моей родины. Лучше бы ты в Ингольштадке родился. Неудачная попытка первая Да, полный привод на муфте Можно даже сделать ставку Насколько хватит этой муфты в этом подъеме На механике машина Это совсем печально Я кусок бампера кололся Что, пиаско сегодня или еще будем пытаться Вообще причины, как думаешь, почему Пытаться будем Причина банально проста Вот машина сейчас трогается, откуда Начальная скорость до горки меньше 10 км в час Я просто не могу разогнаться Колеса постоянно буксуют Полулысая непонятная резина Но так как он будет на ней ездить повседневно Нужна какая-то адекватная резина Чтобы по грязи цеплялась Ну и чтобы по трассе нормально было ехать На море, допустим, съездить, чтобы не было никаких проблем Вот что брать Приедет, будет думать Может, комментатор ему что-нибудь напишет Потому что на данный момент я вижу выход из этой ситуации один Это просто попробовать взять разгон Минимальный какой-то Где-то сбоку Потому что вот я когда на горку заехал Она Децл зацепилась и начала ехать Потом встала, потому что включила сама вторую передачу Я включил первую Нажал на газ, она опять дальше поехала Но такими темпами Тут можно, по-моему, просто коробку шатать Еще раз И все В итоге-то Какую купить резину, чтобы по трассе было хорошо И по грязи можно было адекватно ездить То есть чисто шоссеная резина вообще никак не прокатит Ждем комментарии С подробным описанием Почему это, а нет Переключилась коробка электроника Твой выход Твой выход Вот тоже сейчас ехал, ехал, ехал Машину повело Включилась повышенная передача Чуть поджала колодки Он скорее всего газ приотпустил И она повышенную передачу Отпускаться теперь Вот теперь Перекрестает Сейчас я поеду разговаривать Не побывай Как все проедут И меньше порт по другой клее пытается попасть МТХ, да? Да, МТХ, Гудрич КМ2 Не спущенный Все, встал в рельсы и поехал Зацепился Даже особо не буксует Кайфует едет На Ялку правильно едут Да, да, да Это полный стандартный улаз Да, резина около стандарта Уважаемый Кайфут На Ялку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сирокий хочет на холостых заехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаешь, тебе поможет? Попробую. Эксперимент не помешает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Казалось бы, слабенький подъемчик был. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он нам, наверное, промял пол, когда газ давил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая-то там почти... Нет, наверное, не АТ-шка, а АТ-шка резина. Это очень лайтовая АТ-шка. Ох, какой разгон, а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кайрон на АТ-шка резине с шаклами под бампером. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, пару раз он так сейчас помучается, и психанет выдернет предохранителя БСК. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Либо в перчаточный ящик полез, салфетки достать, лоб вытереть, лоб испарен, не, урочает явно предохранитель. Ах, шаклами как бьется. Ну, повеселее поехал. Ну, все равно не туда. Нет, наверное, не предохранитель. Да нет, резины не хватает. А я думаю, может быть, шапки ему не хватает. Да нет. Шапки, лошапки. Ну, сейчас веселее поехал. Если без поворота, может быть, и выскочит. Колеса все крутятся. Получается, зацепа нет. Да, сейчас, как, делаем зацеп. Да, вот. О, задный привод не работает. Нет, заработал. Опять не работает. Вот он наглядно, да, перегрев пупки. Да, да. Ну, вообще, как-то, когда хочет. Задок не работает. Зад не работает. Вот заработал. Какая-то вот странная система. Хочу, работаю. Хочу, не работаю. Вот как с этим жить? Обратно перехранительное поставлю. Что-то печать какая-то. Получается. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 мы очень внимательно читаем комментарии и видим кто что пишет кто пишет какой-то бред кто пишет дельные вещи кто что-то советует и кто любит разжигать пуканы другим комментатором и вот выделился один человек очень сильно это justin famous напиши нам свои координаты напиши в личку ты дождался своего приза мы передадим тебе powerbank ну что по итогам дня получилось следующее в принципе автомобиль себя ведет достаточно хорошо со включенной электроникой с выключенной электроникой с выдернутым предохранителем особо разницы не было единственная вот я заметил лучше всего себя машина вела именно когда предохранитель на месте а электроника один раз отключена два раза она не отключается полностью держишь ничего не меняется то есть у нее одно отключение поэтому и дергали предохранитель смысла в этом нет самая главная проблема в чем у нас получилось в резине за резины автомобиль не мог показать хороших результатов но было видно как гораздо с меньшего разгона и гораздо на меньшей скорости он просто преодолевал те же самые горки на которые люди залетали на ходах и ехали там в отсечке машина не позволяла ехать в отсечке то есть она скидывала обороты повышала передачу но как ни странно заехала везде хорошо в итоге нужно обязательно делать две доработки чтобы ездить по бездорожью первое самое главное нужно поставить хорошую человеческую резину мы уже говорили что подскажите если знаете что-то интересное что подойдет и для оффроуда и для гражданской езды обычная учитывая то что это повседневный автомобиль но сейчас дороге он будет судя по всему часто и также не хватает немного мощности поэтому машина однозначно попозже зачипуется будет просто стоять один под 95 бензин по лайту